Ну, смотрите, если я правильно понял вопрос, если совсем ребята нулевые, им типа не зашла рисунок и лепка, на самом деле в процессе обучения многие даже реально могут не понимать того, что действительно есть и того, чего нет. Ведь все же познается сравнение на самом деле. Мы когда проводим обучение и анализируем, что происходит в учебном классе с ребятами, то есть только, скажем, вот этот опыт показывает, действительно имеет место быть что-то или не имеет. На мой взгляд рисунок и лепка, они нереально круто зашли. Объясню почему. То есть я люблю такие вещи, когда есть объяснение, не просто я так считаю, да, есть какое-то объяснение. В группе были ребята, было бы классно, конечно, если бы у них это тоже спросить, что просто в подтверждение этого. В группе есть ребята, которые проходили степы, которых не было ни рисунка, ни лепки, то есть они этого ничего не проходили и на степах видели, какие работы ребята делают. И как правило, ребята, даже если расческу ведут в плоскости, то есть они ведут ее по голове в плоскости и закругляют ее, это была большая-большая такая проблема. И вот мне интересно, я почему не просто так вопрос задал, интересно, кто это сказал, потому что ни один, независимо от того, с опытом, без опыта, ни один не сделал круглую форму. Все отработали в плоскости, все поняли, что такое конверсная плоскость. И на мой взгляд, это результат конкретно именно того, что они это все сначала отрисовали, отлепили, все это пощупали. И, конечно, когда они получают результат плоскость, они считают, что так и должно быть и по-другому быть не может. Вот, поэтому они могут считать, что рисунок там или лепка там не зашли. Я же, в свою очередь, смотрю, я вижу, что классно, с этим мне работать с ним не пришлось. Это они сделали, и я облегчил себе работу рисунком и лепкой. А самое главное, что они облегчили себе дальнейшую работу, потому что если бы они застригли ее в круглую форму, потому что не было бы этих предметов, им было бы сложно делать следующую работу. Поэтому это исключительно только такое мнение из-за отсутствия сравнений. Они реально, вот в момент рисунка и лепки, они реально раскрылись. Потому что у нас была и произвольная программа, когда давайте кто что слепит и кто куда выйдет. Конечно, я думаю, в их головах, наверное, много чего происходит. Я с самого начала говорил о том, что, ребят, просто доверьтесь и учитесь, и не сопротивляйтесь. Вот, мы подошли к этому процессу максимально с полной ответственностью, чтобы конечный результат дал им то, что он, в принципе, дал всем. Я реально очень доволен тем, что у нас произошло. Но я чуть-чуть лукавлю сейчас, да, я очень редко бываю доволен результатом, я очень самокритичный человек. Меня где-то Иришка чуть-чуть приземлял и говорит, Юр, ну расслабься, все нормально. Задача ребят сейчас выйти хорошими мастерами, иметь вектор развития, знать четко технологический процесс. То, что они не могут сейчас работать так, как ты хочешь, чтобы они работали, это понятно. Потому что многое нужно отработать, многое нужно понять. И то, что ты хочешь, это невозможно просто взять и сразу вот это вот сделать. Вот, я как-то вот с этой мыслью чуть-чуть переспал, я как-то так подумал, взвесил и думаю, а ведь действительно так и есть. Ведь, по сути, какие они пришли и какие они сейчас, каждый из них знает и технологический процесс, каждый из них работает в этом технологическом процессе. Никто из них не сбивается, не прыгает из стороны в сторону, это уже о чем-то говорит. И, конечно, когда они не знают работать, как с каким-то волосом поработать, да, и что, какую технику, где можно применить, конечно, это только с опытом. Но у нас с ребятами есть дальнейший план развития, поэтому мы их не бросим. Чуть-чуть структурируем относительно того, чтобы чуть-чуть было маловато практики. Да, согласен я с этим. Причем я даже знаю, наверное, кто этот вопрос, кто так сказал, что было чуть-чуть маловато практики. И вот они сами терялись и прятались где-то, такая, и она красит, она стоит там. Типа, я колорист. Я говорю, а что мы там красим? Вы колористом хотите будете? А ну быстро давайте стричь. Клиенты взяли, давайте стричь. А потом в конце, мне маловато было практики. Я знаю, кто это сказал. Ну, на самом деле, да, маловато было практики, честно. Мне хотелось, чтобы было больше. У нас даже по плану было так, чтобы у нас было по два человека в день. Мы, получается, первый блок практики отработали так, как планировали. То есть у нас по два человека в день было, это вот когда рупия отзаболела. Вот, потом, получается, я после этого увидел, что в основном за всеми достригаю я. То есть доправляю, поправляю, потому что не хватает совести просто отпустить вот так, потому что у человека просто база подстриженная. Вот, я решил изменить немножечко тактику и на втором блоке взять по одному клиенту, но проработать с чувством, с толком, с расстановкой, без попыхов вот этих. Вот, просто, чтобы оно улеглось у них и чтобы было времени больше подумать, чтобы следующий клиент не поджимал. Вот, и после чего сделать работу над ошибками, то есть провести и в следующем практическом блоке, скажем, к этим вопросам больше не возвращаться. Вот, но согласен 100% с тем, что практики хотелось больше, потому что я даже чувствовал такое, что они, ну, я ожидал такого, чтобы они перестали бояться. Чтобы они возвращались к своим рабочим местам без чувства страха. Я чувствую, что это чувство страха есть, вот, но, наверное, это нормально. Относительно другого вопроса, я не знаю, ответил я на этот вопрос. Вот сейчас относительно второй части вопроса, то, что лучше бы сразу бумажечки, лучше бы сразу там живые люди. Да, да, задавали такие. Да, вот сразу бумажечки, сразу живые люди. Вот, знаете, я всегда и говорю, во время курса говорил об этом, что всему есть свое время. Вот, до всего нужно дорасти и легко рассуждать и говорить, что когда ты уже чего-то добиваешься, какого-то уровня понимания чего-то, можно сказать, что да это нахер не надо было, можно было вот так сделать. Это, конечно, говорить легко, но на самом деле не пройдя того, что они прошли, они бы сейчас в совершенно другом уровне были бы и не понимали даже, что винить. Ну, почему, что не так? И получается, я опять же объясню свои слова, то есть, допустим, с самого начала я им не дал бумажечки по одной простой причине, им нужно было понять вообще, что мы отрабатывать должны этими бумажечками. На первой стадии, вот в первых двух неделях у них не было в этом смысла, то есть им нужно было понимать, что мы делаем, а потом уже как. Вот, поэтому бумажечки у нас вошли чуть-чуть позже и это обязательно должно быть именно так, на мой взгляд. А относительно там манекенов лучше бы сразу живых клиентов, ну, на самом деле это были бы бедные живые клиенты, это была бы работа, скажем, прям вот на убой, потому что на манекенах, ребята, ребята, вы стригли манекены целый день одну стрижку, а им некоторые две, два дня вы стригли его и укладывали с вами. Какой клиент бы высидел бы столько? Вы изучили технологический процесс, они изучили понимание, почему мы тянем сюда, почему мы срезаем сюда, почему это происходит именно так и не как-то по-другому. То есть, они имели возможность экспериментировать и действительно по-настоящему изучать. И, конечно, именно благодаря тому, что они столько отстригли этих манекенов, столько отстригли форм, ни одного, ни одного, я хочу заметить, клиента запорота у нас не было. Ни одного. Даже Рома, который вообще прям вот ноль прям приехал, да, Марина, ни одного клиента не было запорота. Можно было сейчас, конечно, говорить, что да, и манекенов бы вот не было, и тоже было бы этот, но если бы не было манекенов, была бы жесть, была бы. Вот, мы проходили с Иришкой учебный класс в ЮМА, когда у нас стригли на бабушеках и на дедушках, когда первый срез и сразу дырка, вот, и ты, ааа, ты что сделал? Вот, поэтому я считаю, что, ну, это просто такое, может быть, отчасти, я не слышал их слов, я не знаю сейчас, о чем вы говорите конкретно, да, но я думаю, что это отчасти, ну, может быть, такое заблуждение, когда я добиваюсь какой-то цели, я тоже думаю, что, ну, если бы вот не это, я бы тоже по-нормальному себя чувствовал. Я вот на сегодняшний момент, допустим, стал каким-то мастером какого-то уровня, для кого-то очень высоким уровнем, я могу забыть свои корни, забыть своих учителей и сказать, да я такой родился, вот. Ну, как бы, я бы и так таким бы стал, и даже если бы не этот человек, но на самом деле, если бы я не встретил когда-то этого человека и что-то бы не случилось, я бы не был таким, какой я и сейчас. Ну, ровно то же самое, что происходит и в учебном классе. Если бы не было всего того, что было, они бы не стали тем, кем они стали сейчас. Ну, на самом деле, не хочу раскрывать, не буду даже этот, все видят, мы показываем, что они делают, но без правильного выполнения. Мне ребята спрашивали, ребята спрашивали, которые собираются приехать на курс, не просто которые, вот сейчас зрители нас смотрят, ребят, не из-за жадности нет ни в коем случае, просто я не хочу сделать хуже. Ребята, которые ехали на курс, ребята, которые уже внесли авансы, которые точно должны были проходить, писали мне, они не дадут соврать, можете в комментариях там написать, да, не дадут мне соврать. Они мне писали, говорят, Юр, а что нам нужно делать пока? Давай мы бумажечки будем эти стричь пока, а что, вы же видели, как их стричь? Я говорю, нет, ребят, не стригите, не нужно эти бумажечки стричь, вы сделаете только хуже. Потому что есть определенные моменты, над тонкостями которых нужно посмотреть. Это то же самое, спортсмены меня все поймут, это то же самое, когда делать какое-то упражнение неправильно. То есть должно быть правильное упражнение для того, чтобы тренировать мышцу правильно. Вот, поэтому не хочу раскрывать эту тему и для чего, и зачем, вот ребята знают, ребята все воочию пощупали, попробовали, это должно быть только впрок. А так, кто-нибудь сейчас посмотрит, возьмет эти бумажечки, потому что я сказал, что это вырабатывает вот это, вот это, вот это, начнет это вырабатывать, не получает результата и говорит, что это фуфло. Поэтому, чтобы такого не было, нужно получать у первоисточника. Это нормально? Мы все боимся, когда мы начинали, ну и когда ты не владеешь полностью техникой, всегда страшно, в ожидании клиента, кто же придет и что там будет сейчас, какой ужас на голове. То есть это всегда страшно, это нормально. Я думаю, что только тогда, когда ребята вырастут, когда ребята отстригут там по тысяче человек, только потом может быть пропадет этот страх. И то только если они четко будут понимать, что они делают и зачем они это делают. То есть они просто случайный результат. Страх всегда есть, когда ты получаешь случайный результат, сам того не ожидая. Когда ты конкретно понимаешь, что ты делаешь, зачем ты делаешь, для чего ты это делаешь. Страх у них только насчет того, что... Вот я уверен, страх у них только большое количество времени. То есть они не могут стричь пока быстро. То есть они стрягут по два часа, по два с половиной часа. То есть это единственный, наверное, самый основной страх. Он уйдет. Единственное, как с ним бороться, это вот я ребятам говорил отдельно, что страх из-за чего? Страх же из-за того, что мы пытаемся не оправдать надежду, да, надежду клиента, надежду ученика, надежду другого человека. Не оправдать. Если попробовать себя просто, ну, чуть-чуть перепрограммировать и просто, ну, я такой, какой я есть. Я умею ровно столько, сколько я умею. Либо вам это понравится, и мы будем партнерами дальше, да, клиентами, там, да, учениками, там, учителями. Либо не понравится. То есть, ну, либо это будет вот одноразовое партнерство такое. Вот, поэтому, когда ты воспринимаешь это так, что я такой, какой я есть, я хочу учиться, я хочу развиваться, я хочу быть профессионалом, я все для этого прикладываю. То есть, ну, и вот это чувство просто быть собой, страха тогда не будет. Это, наверное, знакомо сейчас, если мало ли кто-то смотрит наши какие-то коллеги, такие же тренера. Они поймут, наверное, это чувство, когда, знаете, стоишь ты за кулисами. У меня всегда это было, дедушка Юрий Миронович Агрова всегда говорил мне, сынок, не мандражируй, ты постоянно мандражируешь, из-за этого у тебя результат получается хуже. Ты выходишь на площадку, ты на тренировке делаешь классно, на площадке плохо. Что в твоей голове происходит? То есть, ты боишься чего-то там. Не думай о том, что ты должен сделать лучше, чем на тренировке. Не думай о том, что ты должен занять первое место. Думай просто о том, что делать тебе следующим действием. То есть, вот ты сейчас ведешь весом, потом ты должен делать это, потом ты должен делать. Думай о технологическом процессе, все. То есть, и будет результат. Какой он будет, это уже покажет время, когда закончится, когда отсудят и все. То есть, зачем об этом сейчас себе думать и накручивать? То есть, это очень такая вот глубокая такая мысль. У ребят происходит то же самое, то есть, нужно с собой бороться. Так вот, когда стоишь за кулисами и там выходишь на большую аудиторию, тоже внутри немножечко тебя колотит мандраж. То есть, ты не хочешь упасть в глазах тех, кто сидит в креслах. Ты хочешь оправдать их надежды. И ты понимаешь, что если ты будешь мандражировать, бояться, переживать, это будет только хуже. То есть, ты не сделаешь лучше. Все это почувствуют, что тебя трясет. Поэтому просто нужно расслабиться. И вот я такой вышел, либо понравился, и все похлопали, либо освистали тебя и больше не выходи. То есть, ну вот так. Поэтому страх это хорошо. Как мой папа говорит, знаете, это вот в детстве я книгу, которую вот написал, еще пока не выпустил. Кстати, ребят, если интересно, в комментариях просто напишите, кому вообще интересно было бы купить книгу, прочитать, потом скажу, как она называется. То есть, это книга, скажем, моей истории развития. И как вот я в книге это описал, папа мне говорил, не боятся только дураки. А настоящий мужчина, он, ну, мужчина, женщина, без разницы, он боится, но делает, если это нужно. Вот. Здесь просто нужно научиться бороться с этим страхом. Ну, я не приглашал именно барбера. Я пригласил мастера по хей-р-тату. Я Андрюху не читаю, а прям конкретно, прям аж барбер, барбер, да. Он себя считает барбером. Для меня он мастер, который умеет делать качественное хей-р-тату и структурировать, систематизировать подачу информации. То есть, он, ну, как хороший преподаватель. Вот. Я не приглашал его с точки зрения барбера. Ну, как бы, ну, для кого-то, может быть, там, о, барбер пришел к ним, фейды показывал, машинку с насадкой. Но мы же ведь, у нас нет цели и задачи разругаться между, там, культурой, которую мы сейчас создаем, и культурой, которая уже существует. Она существует, она имеет место быть, она пользуется спросом. Это модная культура барберов. Почему? Я ни в коем случае не хочу дискредитировать и сказать о том, что барберы, там, а хэнкрафт это... Нет. Мы абсолютно разные просто. Барберинг на высоком профессиональном уровне тоже очень красиво. Барберы уделяют меньше внимания теменной зоне, меньше внимания геометрии, меньше внимания, там, к костной структуре. Хотя сейчас, когда они пошли на грамотные фейды, там, на это, они понимают, что в России фейды не так заходят, потому что у нас формы голов не такие, как у американцев, да, там, у нас все в косточках, в дырочках, в шишечках, в падинках. И они начали обращать внимание на костную структуру. Вот. Но мы о разном просто разговариваем и о разном работаем. Ну, просто мы разные. Я только всегда за профессионализм. Уверен, что если мы культуру хэнкрафт разовьем, и ее станет, она станет так же популярна, как барберинг, хэнкрафтинг будет тоже прям в такой вот тренде. Я уверен, что хэнкрафтеров говняных тоже может найтись куча. Вот. Наша задача не допустить этого, конечно, контролировать уровень качества газовых услуг и так далее. Но я уверен, что это может быть. Я, честно сказать, не хочу полностью раскрывать всю тему на камеру. Вот. Мы будем в ближайшее время встречаться с ребятами и именно разговаривать об этих перспективах. Они есть. На мой взгляд, это будут очень серьезные перспективы и для них, и для меня. Потому что дальше мы будем работать как партнеры. То есть, я могу без всякого стыда сказать, что без меня, это так пока сейчас громко будет, без меня им будет сложно, потому что они не будут знать, куда дальше в этом развиваться, а без них мне будет сложно, потому что один в поле не воет. Мы придумали систему дальнейших взаимодействий. И эта система достаточно глобальна. Очень большое количество работы придется сделать и мне, для того, чтобы им было интересно дальнейшее сотрудничество, и им, для того, чтобы мне было интересно дальше сотрудничать с ними. Вот. То есть, поэтому однозначно с каждым у нас будет дальнейшее сотрудничество по их желанию, но все зависит будет только от них. То есть, я не буду прямо вот детально рассказывать, да, каждый-каждый вот нюанс, какую систему придумали, потому что я заметил такую интересную тенденцию, которую мне ребята подносят и показывают. Мы придумали какую-то одну тему, выставили в интернет, а ее сразу начали качать те, кто дофига денег вливают в маркетинг. Вот. И, естественно, они запускают это большим оборотом, и получается, как будто это их тема придуманная. Поэтому я не хочу уже огласки передавать вот эти моменты, вот, просто чтобы это никто не стал делать. Вот. Мы придумали хорошую систему, интересную систему. Мы подумали о наших клиентах в первую очередь, и наши клиенты смогут по-настоящему качественно стричься у мастеров высококвалифицированных, получать качественную услугу в разных регионах. Пусть пишут нам в комментариях, где угодно, что хотят подстричься, хотят получить классную стрижку, мы направим на классных мастеров. Вот. Это, наверное, единственное, что я могу сейчас пока сказать. Вот. А все остальное, то есть, я скажу ребятам, вот, а наши зрители, которые следят за нами очень пристально, они все равно это будут видеть в интернете, потому что все каждое новое что-то мы будем делать, и будем делать всей одной большой дружной командой. И если не на моем аккаунте, так на их аккаунтах все равно увидят какие-то изменения. Но в любом случае, если мы говорим о степах, о семинарах, которые 4 дня у нас идут, 8 дней идут, это просто повышение квалификации для каждого, то есть, для любого парикмахера. Курс «Хэнграфтмастер» – это, скажем, моя, то есть, моя армия, то есть, где я готовлю профессионалов, ну, скажем, для себя. Вот. То есть, кого я могу рекомендовать, за кого я могу поручиться, поэтому дальнейшие наши шаги с этими ребятами, они очень плотные и тесные. Каждого из них я буду вести дальше, я буду смотреть, что они делают, как они делают, как развивается их запись, как они развиваются, потому что у нас есть планы с ними же через полтора года, у нас с ними же есть планы через три года. Кто-то до этих планов дорастет, а кто-то, естественно, нет, потому что, ну, желание – это классно, но есть еще возможность. Есть возможность, не финансовая, финансовая, моя задача как раз-таки, чтобы они дальше приехали на следующий курс повышения квалификации уже посредством реинвестирования, то есть, чтобы они на том, куда сейчас вложили, инвестировали себя, чтобы они смогли это реинвестировать, то есть, начали зарабатывать. Если кто-то из них не начнет зарабатывать вот на протяжении этого времени, который мы сейчас будем вместе сотрудничать, значит, он не может идти дальше. Ему нет смысла брать где-то денег, занимать, еще там ехать. Зачем? Все, все, что можно было взять, они сейчас взяли, если дальше они не додавят, это значит не нужно. Значит, она просто будет вот обычные качественные стрижки давать, вот на своем уровне, и все. То есть, задача только здесь прям вырастить профессионалов. То есть, нет задачи каждому раздать квалификации, сказать, да, классно, все, стригите, вот идите к ней. Есть задача вырастить настоящих профессионалов своего дела. Это сложная работа, это не быстрая работа. У меня вот сейчас только что прям, знаете, мысль такая прям вот в голову вошла. Я не знаю, сначала ребята увидят мое вот это интервью, либо сейчас других мы загрузим на канал, на YouTube. Вот просто вот в таком вот живом формате, не нарезанное видео. Просто, ребят, вот сейчас тоже меня некоторые ребята просили посмотреть видео, типа, все ли там правильно, все ли так это. Каждый из вас подписывал, из ребят, которые в проекте, каждый из вас подписывал бумажку о том, что вы не против того, что вас будут снимать и выкладывать видео. Я не уверен, я не думаю, что там что-то такого прям кто-то наговорил, такого прям страшного такого-то, да, но я, короче, сделал, знаете как, я эти файлы сначала выложу на YouTube, сделаю отдельный плейлист, в котором напишу вся правда о курсе Хэнкрафт и первый раз посмотрю эти видео на YouTube. Я, когда первый раз открыл диплом, я говорю, я вручаю этот диплом Хэнкрафт-мастеру Арслану, он первый, по-моему, был, у меня аж прям Хэнкрафт-мастеру, у меня прям. И когда первый раз нам пришла идея, чтобы не объяснять людям, что мы не учим барберингу, чтобы не работаем машинками на САС, насадками, давайте создадим новую культуру мужских парикмахеров, звучало как бред. И на сегодняшний момент, когда это действительно начинает реализовываться, когда крупные компании, крупные компании, я не буду сейчас называть пока бренды, говорят о том, что это круто, ребята, давайте, показывайте результат. Главное быть профессионалом, делать это максимально с отдачей. Очень, я знаете, вы сейчас говорите, что, что бы я сказал, я когда вручал сертификаты, я каждому, в принципе, все сказал. Сложно сейчас, я не думаю, что это будет ребятам интересно смотреть и слушать, о каждом что-то, какие-то наставления, что-то говорить. Я могу одно только сказать, что это может казаться на камеру очень весело, где-то там очень строго. На самом деле это очень сложно. Некоторые спрашивают, типа, а когда следующий курс? Клиенты у меня некоторые, когда следующий курс? Я говорю, через год. Они такие, как через год? Я говорю, такой курс будет проходить только один раз в год. Они такие, так почему ты что? Это же надо же, это же деньги надо зарабатывать. Я говорю, слушай, мне на деньги, я говорю, знаешь, десятый вопрос вообще. Я говорю, мне нужно качественные кадры делать. А делать их, как штамповать? Я говорю, я не могу. Я говорю, я после этого курса буду работать с четырехдневными, восьмидневными, там как-то вкладываться, потом 15 дней отдыхать от этого и набирать силы до следующего курса. Потому что я как с клиентами не люблю стандартный подход, обычный, ко всем одинаковый, так и с ребятами. Я за ними, за каждым наблюдаю. И очень сложно именно, ну, было бы, знаете, было просто выбрать одинаковую политику и со всеми поливать вот одно и то же. Это было бы легко. Когда ты смотришь за одним, ты понимаешь, что так, его нельзя пока останавливать, он должен повариться своей каше. И ты пока понимаешь, что он делает вот это, он должен делать это, ты смотришь вот и держишь его на паузе, потому что вот я к нему подойду через 15 минут, пусть он пока поковыряет. Смотришь на другого, его надо срочно остановить, потому что это не надо делать. То есть, а на другого, допустим, смотришь, ты понимаешь, что ему нужно дать, блин, люлей, потому что то, что он делает, не что даже делает, а как это делает, с каким настроем, это трата времени, а там на другого, допустим, смотришь, ты понимаешь, что его нужно поддержать немножечко. Там на кого-то прям в грубой форме, прям при всех задавить немножко, а кому-то наоборот, вот есть такое правило, знаете, типа психологии, что типа хвали публично, а ругай лично, типа такого, вот. А по факту, то есть иногда надо по-другому делать. И вот когда ты подходишь, и вот некоторых ребят уже один на один подходишь и говоришь там, слушай, ну давай вот так раскладываешь, и она такая оп, сразу. И вот это вот психологически очень сложно усмотреть, отследить, не забыть. И ведь это же не однодневный проект, с которым там раз и все. То есть мне нужно помнить каждый, что делает от самого первого дня до последнего. Мне пишут часто ребята там, агенты какие-нибудь там, да, типа Юр, мы вот там вот от нас записались, там скидки там, ничего там, еще там. Я говорю, ребят, давайте все четко вот в системе работать, давайте не будем вот там кто-то, что-то где-то. Я реально, я последнее время, то есть я начал настолько структурировать все ценные, то есть отделять ценные от ненужного, что я многие вещи даже не помню. То есть вот, ну, мне кто-то что-то пишет, я ответил и забыл. Вот, кто-то что-то там спрашивает, я ответил и забыл. Потому что что-то связано просто с вопросом, с ответом, а что-то связано с судьбой человека. И вот для меня их судьбы дальнейшие, они гораздо важнее, нежели я кому-то там отдал в агентское вознаграждение, или не отдал в агентское вознаграждение. А не отдал там, потому что этот человек не написал, что там он от агента. Ну, там система своя, я не знаю сейчас, насколько там вообще поймут, не поймут, что я говорю. Вот, ну, те, кто знают, о чем я сейчас, да, агент именно, они поймут, о чем я говорю. Вот, и вот этот момент, сейчас какие-то пожелания кому-то давать, конечно, можно сказать общие слова, типа, ребята, я желаю, чтобы все было у вас хорошо, я буду за вами смотреть, я буду за вами следить, делайте так, как должны делать, работайте в технологическом процессе, любите ваших клиентов. То есть можно кучу слов каких-то наговорить, общепринятых, которые ничего не значат вообще. Вот, я могу сказать только то, что каждый из них настолько разный. У нас один мастер из всех не двигается дальше по нашему соглашению, мы не выдали ей значок, вот, зеленый значок. Потом я расскажу, что это значит чуть попозже. И я даже не спросил почему, вот, но я не спросил почему, потому что я знаю почему. Не потому, что она не будет так работать, потому что она боится подвести, вот. То есть если она считает в данном случае нужным не подписывать ничего и не двигаться дальше ни на какое развитие, а она вот хочет повариться в своей каше, немножечко разобраться с собой, она должна это сделать, вот. Придет время, когда она разберется этим со всем, и тогда будем разговаривать, вот. А так, конечно, они все настолько разные, у меня даже такое, типа, Эй, сейчас, давай, там, собрались быстро, и все на таком вот позитиве, типа, на самом деле внутри такой натянута, как струна, и от каждого что-то ожидаешь, чего-то не ожидаешь, ну, такое прям. И вот сейчас такая нотка грусти, у нас впереди много работы, еще очень много, и вроде бы и не будешь свободным, чтобы, типа, о, что теперь делать? Типа, знаете, когда дома много народу, и ты такой, блин, все задолбали, и потом все встают, уезжают куда-нибудь, если ты такой просыпаешься, утром один дома, такой будешь ее, вот эти, как в фильме «Один дома», да, и такой, блин, какая пустота. Вот здесь то же самое, да, когда полон дом семьи, там, да, и вся семья сейчас, вшух, разъезжается по всей России, ты остаешься один, такой, сразу, такой осадок, а самое главное, вот это переживание за них дальнейшее. Я смотрел очень внимательно первый самый выпуск, когда они говорили, что кто-то на что-то рассчитывает, там, у кого-то, кто-то приехал поменять свою жизнь, я сразу так думаю, кто я такой, чтобы поменять их жизнь. Но настолько вот процесс у нас глубоко зашел, прям, что мне кажется, что это действительно может быть и возможно. Вот, они настолько втянулись, они настолько, мне кажется, что они даже это полюбили, те, кто даже не очень любил, я видел в глазах некоторых ребят, что они приехали научиться зарабатывать деньги, то есть даже не научиться стричь, а научиться зарабатывать деньги, то есть они пришли в эту профессию за деньгами, то есть они за любовью, потому что они так хотят. И я видел, что в конце, мне так кажется, может быть, я, конечно, ошибаюсь, но мне кажется, что они по-настоящему полюбили это. Но Илья Миронович меня спрашивал, говорит, ну что скажешь, говорит, о своей группе, как ощущения? Вообще, ощущения пустоты? Только время покажет дальше, что будет. Пара смешных моментов. Да хрен его знает, мне кажется, вообще было все очень позитивненько. Вообще, я даже не знаю, прям сказать, что прям вот яркий момент, наверное, какой-то яркий момент можно выразить, если их был один или два, и они такие запоминающиеся. А мне как-то в целом просто отложилась атмосфера. Мне кажется, все было очень позитивно, очень весело. Мне нравилось, что ребята, когда приходят, некоторые говорят, вот у меня такое плохое настроение, все это что-то с утра начинают делать зарядку, бам-бам-бам. И такие, ааа, настроение поднимается и все. Даже не знаю, даже что вспомнить. Самый яркий момент, конечно, нет, есть, да. Самый яркий момент Самшитова роща. Ха-ха-ха-ха. Вообще. Ааа. Самый яркий момент Самшитова роща, наверное, да. Самый яркий момент, когда Антон прыгнул в воду. И как ребенок просто оттуда вылазил и убирал капли воды с лица. Вот это настоящее. Это вот. Женя, когда к нам подошла, и мы говорим, ну что, Женя, тебя так же, как Антон. И она такая. А я уже ее прям вот, ну вот прям изучил уже. Она такая легкая, то есть она читается вот так вообще. У нее все на лице написано. И я уже такой раз, а она такая. И вот это вот ее. То есть она согласна. Иди сюда. И она с таким удовольствием прыгнула в эту воду к нам. И мы сидели, плескались. Это класс. Это классно. В одежде, без купальников. Не то, что, знаете, вот это вот. Ой, нет, я одежду не взяла сегодня. Я сейчас уже намокну. Нет, 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 я не полезу вообще. В одежде давай. Это, ну это офигенно вообще. Да, вот Самшитка, это самый яркий момент такой. Ради таких ярких моментов хочется делать приятное. Вот мы же Самшитку это задумали. Это именно как раз таки просто сделать приятно ребятам. То есть и у нас всего два дня в неделю выходных было, суббота, воскресенье. И мы, получается, не можем каждый день гулять, потому что, ну, семья, дети, они скучают, не видят. То есть нужно с ними провести. То есть какие-то выходные с ними уезжаешь. Вот. И вот это нужно было сделать хотя бы одно-два каких-то ярких пятна. Это было классно. Это не просто посидеть в ресторане где-нибудь. Это не просто сходить на природу, пожарить шашлыки и напиться там. Да, это просто классно. Но мы, конечно, прикольно получилось. Разгрузилось вот это мы с манекенами. Мы очень сильно переживали, что нас туда не запустят с этим манекеном, потому что это Самшитова роща. Там на входе проверяют, там еда, алкоголь есть, нет, потому что там строгие правила, там все. Вот. И тут, блин, с такими тюками манекенов мы туда идем, и они такие, это что такое? Вот. Еле-еле договорились, блин, вообще. Но ребятам с Самшитовой рощи огромное спасибо, кстати, тоже за понимание. Я сейчас, конечно, буду с нетерпением ждать следующую группу, потому что есть планы, дальнейшие планы. Нам нужно будет еще мастера, которые покажут другой уровень, которые, то есть, как они будут сбалансированы уже с этой, потому что это будет, в конце концов, единая команда. Мне очень важно именно то, чтобы эти ребята, которые придут, сейчас вот все, кто пишут, все, кто запросы делают, я говорю об этом, мне очень важно, чтобы эти ребята были не совсем с нуля и не с желанием зарабатывать, а чтобы эти ребята были фанатиками. Вот. Ну, сложно понимать, наверное, когда ты еще ничего не покушал, любишь ты это, либо нет. Вот. Но мне очень важно, чтобы вот эти ребята шли сюда не просто подтянуть свой навык по мужским стрижкам, а готовы полностью поменять себя. Вот как вот эта группа, которые готовы полностью измениться, которые готовы полностью отказаться от своих прошлых стереотипов, там, взять машинку с насадкой, еще что-то. Что довериться тебе. Которые, да, просто вот довериться, это очень важно. То есть, вот, я очень хочу и очень верю в том, что следующая группа будет именно такая. Такая же, как вот эта, которая готова меняться, готова отдаться вот это полностью в процесс мужских стрижек. В любом случае, наверняка, будут какие-то универсалы, которые просто захотят подтянуть стрижки, там, да, свои, то есть, ну, не знаю. Хочу ребятам сейчас сказать, не знаю, будут ли смотреть нас нулевики совсем какие-то, да, либо будут мастера со стажем смотреть. Ребят, сразу хочу сказать, я на самом деле, хоть и заявлял курс на Крафтмастер именно с нуля прям, я счастлив, я нереально счастлив, честно, что по-настоящему нулевого не было ни одного. Рома был самый нулевой, но все равно он стриг брата, он стриг друга, машинкой хоть как-то, но контакт был. То есть, совсем нулевой подразумевается, когда даже контакта не было. Вот я школу только закончил, я хочу стать парикмахером. Вот, я к тому, что если вы, ребят, совсем нулевые, хотите идти на курс Крафтмастер, напишите мне, я вам дам рекомендацию, у нас некоторые ребята, мы сейчас планируем, у нас некоторые ребята очень способные, мы будем запускать подготовительные курсы к курсу Крафтмастер, либо просто пока найдите какую-то школу, школу недорогую, где вам дадут что-то, он так шкряпает противно, а прям, хотите вам научить куда. Вот, либо просто найдите какую-то школу, где просто вас научат держать ножницы в руках. Ребят, поэтому, если вы вообще прям нулевые, вот реально, хоть где-нибудь, хоть как-нибудь потяните свои навыки, хоть чуть-чуть научитесь держать расческу, научитесь держать ножницы, научитесь оттягивать прядочку, отрезать ее. Все, этих навыков будет достаточно для того, чтобы пришли. Слишком такую серьезную и тяжелую информацию мы даем, что вы будете думать и об этом, и о том, это будет непросто. Поэтому вот эти моменты элементарные хотя бы нужно отработать. У нас есть проект такой, что я говорю, допишите просто мне, я вас либо координирую на наших ребят в разных регионах, где вы можете потянуть вашу базу, хоть малейший фундамент такой заложить, не задорого. И потом после этого уже тогда к нам. Это да. По поводу изменений в программе, ну, я думаю, что даже здесь нет ничего такого, да, будут изменения в программе. Есть даже ребята, два брата Бабковы, были они у меня на степах здесь в Сочи, которые принципиально не пришли на первый курс, потому что они говорят, наверняка будут какие-то изменения, и второй будет мощнее. Ну, не знаю, насколько он будет прям вот аж мощнее и мощнее, сильно глобальных изменений не будет. Вот. То есть мы уберем колористику, потому что, ну, она не зашла. Женя очень молодец, она очень хорошо отработала, она очень компетентная, вообще к ней вопросов нет вообще. Просто колористика не зашла. То есть получается так, что мы готовим мастеров фактически, то есть на стартовый базовый уровень, то есть они выходят только на взлетную площадку, то есть они, скажем, на самом низу, где нет претензий, нет ничего, им просто нужно свободно отрабатывать свои навыки.